Здравствуйте, друзья! 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел из Хрустального Этери Тутберидзе в Академию Ангела Плющенко и Евгения Плющенко. Об этом сообщил Спортэкспресс. Первоначально в прессе появилась информация, что Рухин принял участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». Журналисты решили пойти по самому уверному пути, обратились к директору самбо-70 Лайшеву. Почти всегда это гарантирует яркую новость. Но Ренат не особо оправдал ожиданий, заявив, что у фигуристов есть свобода действий. И раз у Егора появилась возможность заработать денег, он вполне мог ей воспользоваться. Никто ему ничего не запрещал. А комментируя тот факт, что фигуриста после шоу не объявили, Ренат предположил, что, наверное, просто забыли это сделать. Однако спустя несколько часов Спортэкспресс объявил, что по информации от проверенного источника фигурист перешел из Хрустального в Ангела Плющенко. Напомним, что Егор начинал сезон в ЦСКА, затем в октябре перешел к Этери Тутберидзе, у которой уже тренировался ранее. А на прошедшем чемпионате России занял последнее место. И вот теперь он стал учеником Евгения Плющенко. Комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова заявила, что ранее ничего не слышала о Рухине и рассказала. Не знаю, кто это такое, ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве, рассказала Тарасова Спортэкспресс. А олимпийская чемпионка в танцах на льду Натальи Бестемьянова предположила, что все дело в психологии фигуриста и результатах на прошедшем чемпионате России. Очевидно, что ожидание Егора не соответствует результатам его выступлений. Вот он и мечется от тренера к тренеру. То идет, то вернется, то снова уйдет. Поможет это или нет, не знаем. Хотелось бы, конечно, пожелать ему удачи, но что-то подсказывает, что дело вовсе не в тренерах. Для Хрустального же это не несет никаких репутационных рисков. Когда уходили трусовые Косторная, это была сенсация. Улучшили они свои результаты и это ударило бы по группе Этери Тутберидзе. А здесь, ну, во-первых, это далеко не самый перспективный фигурист, который есть в России. Мало того, что российскому мужскому фигурному катанию очень далеко до мировых лидеров, так и сам Рухин внутри страны в лучшем стручи в средничке. Во-вторых, конечно, хочется, чтобы Хрустальный ковал таланта во всех видах. Но на данный момент девушке главный актив Тутберидзе. Никто пока не говорит, что переход к Этери к Георгиевне гарантирует фигуристу титулы. Даже сама Тутберидзе заявляла, что тренировать парней куда сложнее, их сложнее мотивировать. В данной ситуации можно не расстраиваться, а даже скорее обрадоваться, если у Плющенко начнут появляться новые чемпионы среди мужчин. Именно в этом виде российское фигурное катание максимально слабое, а Евгений как-никак олимпийский чемпион и великий фигурист как раз в одиночном катании. Но с другой стороны, как уже ранее упоминалось, боимся, дело совсем не в тренерах. В любом случае, удачи Егору!